всех приветствую на своем канале с вами николай и сейчас вот несколько секретов приготовлению такой вермаши расскажу я ее прогрел в сковороде обжарил на сухой сковородке насыпал и прожарил немножко цвет она поменяла как видите вот для чего я это сделал крахмал который находится там ну в общем криковина он от нагрева еще больше твердеет и таким образом при отваривании это вермашель самая дешевая которая у нас есть она не расползается при отварке вот такому секрету меня научил товарищ кушан из саудовской аравии когда учились в институте они вообще жить и вот так вот жарили знают толк в нашей украинской вермишели вот и по сей день я так готовлю вот но можно не только такую а всю вермашель прогревать желательно из более менее ну дешевых сортов которая есть в магазине самая дешевая самая поганая прожариваете у вас она становится более-менее нормальной сейчас видно да водичка у меня закипает и я буду ее горячую туда эту вермашельку забрасывать видите да цвет она немного тут поменяла жил желтоватая такая стала прямо коричневым таким все это коричневым прямо как золотистая это признак того что мы ее правильно прогрели сейчас водичка закипает и туда значит варить две минуты на слабом огне потом отключаем и минуту ждем она немножко должна распариться но этот на момент не упустить самое главное и когда она будет но надо пробовать ребята так не угадаешь в общем воды надо брать много на 100 грамм вообще советуют брать литру но я советую брать немного больше значит и солить нормально кстати чтоб чувствовалась соль соль бывает разная вот но могу честно сказать где-то пол столовой ложки я точно туда сыплю где-то в районе столовой ложки вот как то так и вот только-только она начинает только сварилась сразу же сливайте ребята сразу же сливайте да кстати промывать холодной водой стоит кипяченой холодной водой это именно можно в сите промыть тем самым она немножко остывает и она потом горячая у вас не слипнется и потом туда сливочного масла ложку ложку ложите или две аккуратно ребята перемешивайте да кстати когда будете туда засыпать надо воду делать воронку раскручивать вот и потом в эту воронку надо чтобы она кипела и дальше вы туда ссыпаете в эту воронку вот по чуть-чуть и причем когда ссыпаете надо ложкой надо дальше закручивать такие вот нюансы приготовления этой вермошели кстати по поводу просто кто варил обычную добавлял масло это все без толку вот некоторые иностранцы надо сбрызгалки маслом смазывают именно прогретую вермошель именно в сковороде но есть такие технологии и так ребятки продолжаем воду раскрутили и всыпаем вермошель пар попал поэтому поприставала засыпаем делаем ребята тише удобно не совсем видно там делаем мою тише засыпали и чуть-чуть ребятки помешали чтоб она не слиплась сразу же вот и так она должна немножко прокипеть минуты две ребята сейчас я накрою крышкой две минуты там потом отключу и это около минуты она даже чуть меньше должна постоять но главное не упустить как только-только-только начнет размягчаться ребята вот тут надо сразу же быстро сливать быстренько холодной водой кипяченой промывать и добавлять туда масло сливочное вот ну и так продолжение темы вот я ее отварил значит добавил туда масло сливочного чуть-чуть вот сейчас буду крышкой накрывать и дальше перемешать аккуратно дам расставить вот она уже промытая холодной водой была печеной продолжение дальше вот уже в конце вот она уже перемешана со сливочным маслом аппетитная хорошая сейчас вам дальше покажу что у меня получилось она не слиплась видите да аккуратно рассыпчатая то есть форму держит хотя это из самых дешевых которая продается самая дешевая вермошель такая вот так что кому понравилось ставьте лайки я еще расскажу как варить рис и как говорить гречневую кашу всем пока